Моё ТВ Творческие встречи с интересными людьми Онлайн-трансляции музыкальных концертов Онлайн-трансляции спортивных соревнований Эксклюзивные интервью со звёздами Моё ТВ Система организации проведения соревнований Учебно-тренировочных занятий по различным... Разве можно так скучно говорить о спорте? Спорт — это жизнь, это здоровье, это залог успеху Или боль, травмы, а в худшем случае... Ой, скажи ещё инвалидность Наш спорт молодеет В 12 лет уже чемпион, уже мастер спорта Пора на пенсию Для чего вообще нужно быть чемпионом? Может быть это смысл жизни? Хорошая фигура Способность работать в команде Способность добиваться своих целей Так всё-таки, спорт лечит или калечит? Субтитры создавал DimaTorzok I got a feeling there's gonna be a riot Добрый вечер, дорогие онлайнеры, сегодня пятница Это значит, что в эфире онлайн-журнал «Мои 18 минус» И прямо сегодня будем разговаривать о том, что же такое спорт О том, как он развивается в Тюмени И наша тема звучит как «Спортфолио Тюмени» Вы узнаете в течение часа о том, зачем же быть чемпионом Как складываются спортивные карьеры А наш специальный корреспондент вышел на наши снежные улицы И решил узнать, насколько спортивными являются наши горожане И о том, хотят ли они быть чемпионами Посмотрим прямо сейчас Спорт — это не только оздоровление, но и развлечение Как вам такой девиз? Мне нравится А что же по этому поводу думают тюменцы? Здравствуйте, вы занимаетесь спортом? Да 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 Да, немного Нет, не занимаюсь По каким критериям можно отличить спортсмена? Ну, накаченный, здоровый, туда-сюда Я даже не знаю Спортсмены обычно ходят с широким ватом, как-то не знаю Ну, по телосложению обычно Ну, я не знаю, по каким критериям Ну, накаченный, сильный Они всегда куда-то торопятся, потому что у них обычно занятое расписание Что заставляет вас заниматься спортом? Хочу Ну, трудолюбие, то есть хочется чего-то добиться в жизни Я занимаюсь чувством для себя, для поддержки своего здоровья Ну, как, я хочу быть здоровым Ну, и спорт очень хорошо учит быть собранным Наверное, они хотят развить свои физические способности, а также силу воли, стремление к победе Спорт в моде? Ну, всегда был в моде Не было бы они бить, если бы не было спорта Ну, я считаю, да Потому что очень много молодых людей занимается спортом Делайте зарядку по утрам Да, конечно Пяще всего нет Лень Да, делаем Покажите, какие им движения Ну, на улице как-то не очень удобно Ну, отжимай, я вам не буду показывать Ты сюда и там что-нибудь что-то делаешь Ладно Выпринимание, да? Нет Очень жаль Да Делайте зарядку, будьте здоровыми, спасибо Добрый вечер, дорогие друзья Сегодня с вами я, Лизин соведущий Меня зовут Егор Лиза меня, к сожалению, не представила Она улыбается сейчас Сегодня мы разыгрываем два билета Это билеты в ночной клуб Пирамида Вот они, дорогие друзья Возьмите крупно Дайте два билета Буквально через несколько секунд Я выложу фотки В комментарии Ваша задача Определить На фотографиях будут изображены Пять известных спортсменов И пять Инвентарей Как это назвать? Правильно? Я не знаю точно В общем, инструментов С которыми занимаются спортсмены Ваша задача Сопоставить спортсмена С его инвентарем Все очень просто Лиза, тебе слово Ну да, на самом деле Все очень просто Просто Очень просто Егор все объяснил Вам нужно просто взять Фотографию спортсмена Не нужно даже ее брать Просто посмотреть на нее В комментариях И соединить С тем С изображением Того инвентаря С которым он Непосредственно работает Вот Ну Хочется сказать о том Что Недавно мы говорили В одном из предыдущих эфиров Мы говорили о том Что сейчас в наш быт В нашу культуру Российскую Приходит из-за рубежа Очень много вещей И в том числе Мне кажется Спорт тоже к этому относится И Сейчас мы вместе с вами Посмотрим Видео о ребятах Которые считают Что Ну не нужна нам Зарубежная культура Нам всего Своего достаточно Но играют они В очень интересную игрушку Которая пришла Между прочим К нам в Россию Из-за рубежа Вот уже месяц На стадионе Локомотив Проходят не совсем Обычные тренировки Сегодняшняя тренировка Вызвала Небольшой ажиотаж Среди тюменской прессы А все потому Что в городе Завелись Черные соболе Кто глубокий Руки шире Не спешите Три-четыре Бодрость Духа Грация И пластика Общеукрепляющая Утром Отрезвляющая Если жив Пока еще Гимнастика Основные правила Игры Задача Задача нападения Команды Занести мяч В зону соперника Для этого Дается Четыре попытки Чтобы пронести Десять ярдов Через Через поле В сторону Зоны Зоны Соперника Если за эти Четыре попытки Команда Удачно переносит Мяч Десять ярдов То Дается еще Четыре попытки И так до тех пор Пока не будет достигнута Цель Задача защиты В это же время Остановить Нападение А для чего нужны Ворота на поле? Ворота нужны В том случае Если команда Не смогла В течение Четырех попыток Занести мяч В зачетную зону То можно Пнуть мяч В ворота И вместо Жесть очков Которые полагаются За занос Получить Три очка В американском футболе Можно много И сейчас ребята Покажут нам Несколько силовых приемов Видишь Он сам на тебя налетает Если ты находишься ниже его Бьешь его в живот Или в бедро На этом уровне Он упадет Если он ниже тебя Он тебя снесет Проверяем Сэ Хат Да Видишь Он уходит Проходит Ну я думаю Скорее всего Через два сезона Будет игры То есть Официальные игры Которые будут проводиться На уровне Чемпионата России Которые сейчас действуют Уже Ну а первые такие встречи Ну я думаю Что к лету будут Неофициальные Дорогие друзья Это если вы увидели Это был американский футбол Там было очень круто На самом деле Тренировка была жаркой А сейчас я вам расскажу Про Несколько фактов Про людей Которые Вдохновляют Молодежь Сейчас даже Это Американец Хьюхер Он был Скалолазом Он лазил Скалолазом И ледолазом В 17 лет Он лишился Ног Обеих Но Это его не остановило Как вы видите Он Первый раз Он залез На Скалу В обычных протезах Но потом Решил создавать протезы Для таких же как он И сейчас У него Целое производство Вот таких вот протезов Для спортсменов В разных видах спорта Чтобы Для паралимпийцев Следующий Кто вдохновляет Это Костя Дзю В маленьком возрасте Костя был Очень слабохарактерным Человеком Если честно И поэтому Отец Решил Отправить его В бокс Через 6 лет После занятий Постренировок Он Поучаствовал В первых Мировых Соревнованиях Где Показал себя Очень достойно Ну конечно же Дорогие друзья Это Арнольд Шварценеггер Можно его на экран Спасибо большое Он Это звезда Американского Бодибилдинга Он Начал заниматься В возрасте В подростковом возрасте И Его вдохновлял Такой человек Как Власов Юрий Петрович Это Это Власов Юрий Петрович Можно Это штангист В На 17-х Олимпийских Играх В Риме Он Побил С первого раза Он побил Новый мировой рекорд Установил Это Он поднял 520 килограммов Вот Ну а Лиза Тебе слово Ну Мне кажется Что Уже Стоит говорить О насущных делах Отойдем Матернольев Шварценеггеров И Если посмотреть В окно То вы увидите Что Уже Настает зима Все впадают В зимнюю спячку Все становится Немного печально Учеба Нахлынула Тут Но Есть люди Которые Даже в зимнюю пору В пору зимней спячки Очень активно Живут Все равно Активным образом Жизни И Такие виды спорта Зимние Которые Сейчас опять Становятся актуальными Сноуборд Лыжи Санки И коньки Они Начинают заниматься Этим Усиленно Потому что Ну Впереди Какие-то соревнования Какие-то мировые Глобальные Вещи И Про таких людей Мы посмотрим Прямо сейчас Холод Яркий свет Громкая музыка И красивый танк На льду Все это Открытый турнир Кеменский конек Наталья Валентиновна А спортсмены Какого возраста Принимали участие В этих соревнованиях У нас сейчас Проходит областной турнир По фигурному катанию На коньках Тюменский конек На этом турнире Участвуют детки От 7 лет До 14 лет Вот такая Большая возрастная Категория То есть Это и Юношеские разряды И взрослые разряды Это второй спортивный Первый спортивный И кандидаты В мастера спорта А вы заметили Кого-то Кто может стать В будущем Чемпионом мира А Чемпионом мира В принципе Для каждого тренера И спортсмена Наверное Цель Это попасть на Олимпиаду И участвовать на Олимпиаде Я думаю Что каждый Маленький Спортсмен Он может стать Большим спортсменом И победить На больших соревнованиях Поэтому Главное у нас Терпение Работа Трудиться И не останавливаться Она достигнута Она достигнута Как удается совмещать учебу И тренировки Ну Я даже не знаю Как это объяснить Приходится пропускать Некоторые уроки В школе Но все равно Мне фигурное катание Не мешает быть отличницей Ну У меня Например Тренировка Сначала утром С шести сорока пяти И до десяти А в том школе А тебя родители заставили Заниматься фигурным катанием Или ты сам захотел Ну Я сам захотел А почему Ну Не знаю Когда я был маленький Смотрю Как взрослые катаются И захотел тоже Ну Папа сначала хотел Меня отдать на хоккей Но Не получилось Так что Пошел на фигурное катание У тебя есть бокс Футбол Еще есть хоккей Почему ты именно Выбрал Фигурное катание Это же как-то более Для девочек Ну Вообще-то Нет Наоборот От мальчиков И пошло Фигурное катание Вот парное катание Там В основном Все на мальчике Держится А почему Вы отдали Свою дочку На фигурное катание А на какой-нибудь Другой вид спорта Ну Она сама Увидев по телевизору Выступление Профессионалов Сама захотела И сказала Мама Папа Отведите меня Фигурное катание Супбол Парня Время 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 Первое место Да? Первое место? Ну пока еще не знаем Еще впереди Вы сейчас согласили Результаты Что-ли было Первое место У нее? Ну сейчас еще Три девочки Выступают Поэтому пока Не знаем Текущая Пока первая А у тебя есть свободное время? Нет Нету Иногда Но очень редко Иногда есть А чем ты его занимаешь? Учу уроки иногда Иногда играю А на каникулах Что ты делаешь? Ну Это я занимаюсь Это по школе И хожу на тренировки А ты сидишь в компьютере? Нет Практически А мне 11 лет Я бы тоже хотела Стать фигуристкой А вот я сейчас могу Начать уже тренировки Ну в 11 лет Практически Невозможно Стать хорошим фигуристом Значит Надо действительно Заниматься Я посмотрела на эти соревнования И больше захотела Быть фигуристкой Кто-то говорит Что мне уже поздно А кто-то говорит Нет Но я еще подумаю Ну а в студии снова Мы И у меня в гостях Лариса Юрьевна Якушева И председатель Федерации фигурного катания Тимонской области Здравствуйте Лариса Юрьевна Такой вот Тогда сразу же Перейдем к делу Вопрос От нашего Маленького Юного корреспондента Девочке 12 лет Что делать Ребенок хочет Фигурное катание Ну Ребенок Если есть желание Может прийти Заниматься Фигурным катанием Но серьезные Спортивные результаты Наверное Уже показывать Будет поздновато Но при большом Желании Все возможно А вообще Ну то есть Наверное По статистике Во сколько лет Ну Больше всего приходят дети Ну или родители Их приводят На фигурное катание Лучший возраст Чтобы начать Заниматься Фигурным катанием Это 4-5 лет Да Потому что Это Вид спорта Очень сложный И для того Чтобы Ну не нагружать Ребенка Сразу Естественно Служными Какими-то Вещами Первый год Проходит Так называемое Такое Вкатывание Да Чтобы ребенку Понравилось Он научился Стоять на коньках Обрел друзей И ему было Интересно Дальше заниматься Ну а какие-то Трудности Наверное Возникают С 4-летним детками Которые приходят Они наверное Капризные Там утром Приходят Ну и там Хочется Ну в садик Может быть С игрушками Поиграть А им на тренировке И все Ну Ну не у всех Детей Ранние тренировки Есть и дневные Поэтому Варианты Возможны Ну тренера Справляются Заинтересовывают Первый год Обучения Он игровой Поэтому Я думаю Детям Кому это нравится Тем С удовольствием Приходят Несмотря на раннее время Насколько я знаю Когда-то Известный Очень тренер Наш Жук По фамилии Жук Он привез На Олимпийские игры Фигурное Ну вот То есть фигурное катание С элементами Каких-то очень серьезных Спортивных Переворотов Поддержек И тогда Художественное фигурное катание Именно Ну было потрясено тем Что делаются Какие-то очень сложные Именно спортивные вещи И вот Но это очень травмоопасно Ну это не секрет Как То есть Как сделать так Чтобы ребенок был от этого Безопасен Что нужно делать родителю Для этого И вообще ребенку Ну мы советуем Тем Кому интересно Фигурное катание Развивать в ребенке Координацию Да Какую-то подвижность Ловкость Чтобы Легче было Осваивать Эти все сложные Спортивные элементы Ну естественно Что Вот Как раз Отработка Этих всех сложных Фигурных элементов И занимаются Дети Целыми днями Как мы видели В репортаже Потому что Ну это действительно Нелегко А какие-то дополнительные Ну то есть Ребенок Если приходит Заниматься Конкретно Ну уже Спортивным Фигурным катанием В основном Его тренировки Наверное Соответственно С того Что они Какие-то Репетируют И тренируют Новые какие-то Ну упражнения Или в чем-то еще Ну там Комплексные тренировки Естественно Проводятся То есть Занимаются Красивым скольжением Правильным Потому что Это очень важно В дальнейшем Будет для прыжков Для дорожек Шагов Есть такие элементы Занимаются Силовой подготовкой То есть Развивается Прыгучесть Сила ног Потому что Это пригодится Для прыжков То есть Очень разносторонние Тренировки Есть хореография Да Есть просто Общефизическая подготовка Так что Да Действительно Скучать некогда Тогда вопрос такой Вот Заговорили про хореографию Сейчас мы в сюжете Видели Но это были соревнования Поэтому мы видели Что были очень хорошо Ну подготовлены Например девочки Ну это костюм Это красивая прическа Это макияж какой-то Насколько это важно? Ну конечно Целостность образа Тоже играет роль свою То есть Это задает настроение Сразу Ребенок Относится Естественно Ответственнее Когда он При полном параде Выходит на соревнования Ну и это Эстетическое удовольствие Для всех зрителей Наверное так спрошу А сильно ли это влияет На оценку Судей? Я думаю Что в детском возрасте Это конечно Не влияет на оценку Но внешний вид Все-таки Должен быть Такой Соответствующий То есть Не зависит Оценка Естественно От того Красивое платье В блестках Либо Какое-то Более скромное То есть Это не принципиально Ну я думаю Что чем старше Становится Ну ребенок Тем он Наверное Ответственнее К этому Сам уже подходит Ну это конечно Очень интересно Надеть Платье для выступления Выйти Всех поразить Поэтому Ну еще и Интересно И очень здорово Поразить Свои мастерства Мне кажется Конечно Да Я имею ввиду Мастерство В первую очередь А тогда От боли Я забыла Про Егора Мы просто Увлеклись Нашей беседой Ты забываешь Постоянно про меня Сегодня целый день Между прочим Прости пожалуйста Егор В нашей группе Тоже Задавали вопрос Еще 20 ноября Написала Марина Солотова Она написала Что она пыталась Записать дочеру На фигурное катание Не взяли Аргумент Старенькая Девочке 7 лет Как такое может быть? Ну как я сказала Да Оптимальный возраст Все таки Это 4-5 лет Ребенка Но Если Была бы Возможность То я думаю Взяли бы И более старших детей Ну К сожалению Ситуация В прошлом году Была такова Что Не существовало Пока катка Прибой Он Строился Еще И соответственно Ну Увеличивать Количество детей У нас Не получалось И всех желающих Принять мы Конечно Не могли А сейчас? Ну Набор прошел 1 сентября Был конечно Аншлаг Желающих Было много У нас Набрали Группы Оздоровительные Еще Дополнительно Вот Если заниматься Просто для Оздоровления То в принципе Да Можно еще Записываться В оздоровительные Группы И Здесь возраст Уже не играет Роли особой Ну То есть Если ты готовишься Стать мировым чемпионом То уже Опоздали Никаких проблем Нет Потому что Если Почитаете Биографии Спортсменов Люди Начинались Совершенно Разном Возрасте Главное Это Талант Упорство И желание Еще у нее Один аргумент Здесь второй Есть Что нету льда Негде тренироваться И нету тренеров Ну да Мы уже поговорили о том Что Ну вот По поводу льда Да Я ответила Что В августе Этого года Открылся каток Где сейчас Занимаются фигуристы Там С дюшер Прибой Открыл Отделение Фигурного катания И По поводу Тренеров Могу сказать Что все Тренеры Которые Работали Уже Последние Семь лет Они все Так и продолжают Работать То есть если Марина Нас сейчас смотрит Она может отдать Свою дочку Вот на каток Воздоровительный каток Спасибо У тебя все, Егор? У меня На данный момент все Онлайнеры у нас Сегодня не очень Отлично Тогда я перехвачу Егора И Наверное Такой вопрос Который интересует Вот лично меня Я от спорта Очень ну далекий человек Ну я Больше человек слова Нежели Ну да Творческий Поговорили о том Что вот открылся новый каток Прибой И сейчас больше возможностей Вообще я замечаю тенденцию По крайней мере В городе Тюмени Что открываются И очень прогрессируют Вообще Большие какие-то Спортивные центры Это все Ну находится Ну в стадии Вообще отличного Развития и прогресса Но я замечаю Что закрываются Например библиотеки И книжные магазины А на их месте Строится что-то Ну более такое Ну более спортивное У меня вопрос такой Почему так происходит И как Ну детям Ну вот нам Например подросткам Как балансировать в этом То есть если Ну не подаваться Совершенно Совсем в спорт Например Ну я понимаю Что есть люди Которым это Интереснее чем книги Но мне например Интереснее книги Ну слава богу Что все-таки Есть возможность И читать И участвовать В каких-то творческих Мероприятиях Не только спортивных Просто я думаю Почему движение Так активизировалось Спортивное Во-первых Посмотрели на Определенную Видимо молодежь Которая была Нездоровая В свое время То есть несколько лет назад Были проблемы Ну мне кажется Там У большей части Детей Молодежи То есть обратили На это внимание И скорее всего Вот в связи с этим Все вот эта Деятельность Активизировалась По созданию условий Для занятием спорта Ну а Человеку Творческому И читающему Я думаю Все равно Можно найти Какие-то возможности Сейчас в современном Информационном пространстве Ну да конечно Я не буду совсем Работать на это Естественно Ну Тюменская область Просто Распростер Совершенно Я думаю Что вот тенденция Скорее всего Вот такая Ну и благодаря тому Что наши спортсмены Очень хорошо себя Показывают На российской арене Я имею ввиду Тюменские И мировой арене Я думаю Что благодаря Этим успехам Также вот Произошел Такой толчок Ну не секрет Вообще Не для кого Что Тюменская область Это один из самых Спортивных вообще Ну регионов По России И я Ну очень горжусь этим Тогда вопрос Ну более такой Наверное повседневный И более конкретный Сколько Ну дорого ли Если ты собираешься Заниматься Просто хотя бы Как хобби Например Ну спортивным Вот катанием Дорого ли Ну стоит экипировка Сколько примерно Ну какой сумме Нужно готовиться Родителю Если он собирается Отдавать своего ребенка Ну катание Ну В маленьком возрасте Конечно На коньки Большого внимания Можно не обращать Можно попробовать Взять обычные коньки Которые продаются В магазинах Для фигуристов Тренировочная форма Конечно нужна Но опять же В маленьком В 5 В 4-5 лет Обычно это Такие утепленные штанишки Какие-то Спортивный костюм Просто элементарный Ну затем Если ребенок Хочет участвовать В соревнованиях Если у него Все хорошо То конечно Надо уже И коньки Подороже Попрофессиональнее Да Потому что Ну естественно Массовое производство Не рассчитано На какие-то Вот спортивные Нагрузки Ботинок Фигурных Они естественно Стоят подороже То есть это В районе 5 тысяч Как минимум Это коньки Это коньки Да И соответственно Надо какое-то Платье Для девочек Костюм Для мальчика Для выступления Ну это тоже В пределах 5 тысяч Но к сожалению Дети растут И поэтому Каждый Есть такое свойство Дети Ну серьезные вопросы Ну очень приятно Было с вами Разговаривать Наши друзья Из Тобольска Студия Твильня Цифра Тоже решили Отозваться На такую Спортивную тему Но они будут Рассказывать о том Как у них Обстоит Дела с коньками Просто Ну во дворах Или где-нибудь У них очень много Катков Практически в каждом Дворе есть каток Меня это очень сильно Удивило Но о том Какие еще чудеса Есть в Тобольск Посмотрим прямо сейчас Всем привет Мы находимся В дворце Спорта Кристал Здесь единственный Закрытый каток В этом городе Лиза Я совсем не умею Кататься на кольках А я уже целый год Занимаюсь фигурным катанием Что-то не верится Ну-ка покажи что-нибудь В России Фигурное катание Приобрело популярность Благодаря Петру Первому Именно он привез из Европы Первые образцы коньков Благодаря телевизионным шоу Фигурное катание Завоевывает все больше сердец Оно делится на несколько видов Одиночное, парное, синхронное И танцы на льду Конечно самое зрелищное Это парное катание В своих номерах Спортсмены используют Танцевальные элементы Феерические прыжки И вращения В Тобольске Секция фигурного катания Появилась сравнительно недавно В 2010 году Первая группа состояла из 25 человек А теперь в секции Занимаются более 100 ребят Казалось бы Фигурное катание Преимущественно для девочек Но мальчики тоже с удовольствием Им занимаются Многие считают Что фигурное катание Травмоопасный вид спорта Но кроме синяков и ссадин Бояться нечего Прежде чем тренироваться на льду С ребятами занимаются В спортивном зале Их учат выполнять базовые движения А также правильно падать Об особенностях детского фигурного катания В Тобольске Нам рассказала тренер по фигурному катанию Детско-юношеской спортивной школы Номер один Вера Геннадьевна Калинина С какого возраста Лучше начинать заниматься фигурным катанием? Самый оптимальный возраст Это 4-5 лет А существуют какие-то критерии Отбора детей на фигурное катание? Да, конечно, обязательно существуют Там обязательно идет Физическая подготовка Ловкость, координация Гибкость Музыкальный ритм То есть прежде чем детей взять Мы отсматриваем, отбираем И потом уже, если дети прошли отбор Мы набираем детей А с нулевой подготовкой Можно начинать заниматься? Можно К нам дети приходят Абсолютно не умеют стоять на коньках А за сколько времени Можно научиться хотя бы кататься? Кататься За несколько месяцев можно научиться А встать и ходить на коньках Можно за пару тренировок А ваши ребята участвуют В каких-нибудь соревнованиях? Да, наши ребята участвуют На городских соревнованиях Это постоянно у нас в Перенце города А также два года сподряд Мы уже участвуем В Перенце Тюменской области По фигурному катанию В этом году наши ребята Были призерами Заняли первое, второе место И также в этом году Вот недавно, буквально Неделю назад Приехали ребята С Нижегородской области Заняли там тоже Два первых места привезли Два первых И одно второе место В том числе у нас мальчик был На первом месте Дорогие друзья Смотрите что я нашел У нас в Тюмени есть такой сайт Найти его можно набрав в Яндексе В Гугле без разницы где CSP72.ru Здесь И отображаются Все спортивные мероприятия Которые проходят В Тюмени Допустим что я нашел На сегодняшний день С 21 по 23 ноября С 10 часов ежедневно В центре дзюдо Проходит Первенство По гиревому спорту Мировое первенство Мне тут подсказывают Да Спасибо большое Также есть онлайн трансляция У нас есть Видеозапись С этого С этой трансляции Вот мы сейчас видим Что занимаются тут мужчины Это Россия Кстати Сборная России По гиревому спорту Сегодня Заняла первое место В общем зачете Кто это Я по форме даже не узнаю Сейчас Вот Вот Россия Она на первом месте Сегодня здесь Мы С чем мы ее и поздравляем Ну а я передаю свое слово Лизе Мы 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 поздравляем Россию С тем что она заняла Первое место И поздравляем себя Потому что мы находимся Непосредственно В этой самой России Егор Спасибо что поднимаешь Нам настроение Без проблем Лиза Я стараюсь Дело в том что Хочется Сказать о том что Хочется сказать о том что Ну вот Говорили о фигурном катании Естественно инвентарем А кстати я напоминаю Про конкурс Вы там сопоставляете Инвентарь Со спортсменами Вот А инвентарем Ну о котором мы уже говорили Являются коньки Лыжи Ну вот В гиреом спорте гири А есть виды спортов В которых В которых Инвентарь это Живые существа Меня очень напрягает Вообще существование Таких видов спорта И сегодня Мы позвали К нам в гости В эфир Наташу Наташа Усова Занимается Как раз конным спортом И мне интересно Поговорить О том Ну вообще Что это такое Находить общий язык С лошадью И Ну и вообще Привет Наташа Привет Ну мне хочется спросить Как ты пришла В конный спорт В каком возрасте Чем занималась До этого может быть Ну до этого Я попробовала Очень много видов спорта Я начинала С легкой атлетики К сожалению Мне очень нравился Этот вид спорта Но к сожалению Мне по состоянию здоровья Запретили им заниматься После этого Я начала заниматься Скалолазанием И Тоже Не смогла заниматься Поскольку упала И получила серьезную травму Ну а потом Я вот Непосредственно Пришла именно В конный спорт Ну у меня Ну конечно Мне нравятся лошади Нравится этот спорт Кроме того У меня еще подруга Этим занимается Ну и поэтому Вот как-то так Сколько уже Ты занимаешься Именно с лошадьми? Ну Три года У тебя есть Ну то есть Постоянные лошадки С которыми ты занимаешься Ну Как сказать Я просто занималась Сначала в одном месте А потом перешла В другое Ну Всегда более-менее Да, есть определенная Закрепленная лошадь Да Ну Я что У меня, Лиза Есть вопрос У нас вопрос от Егора Ты опять меня забываешь Прости Мне интересно Я ни разу не ездил на лошади Каково ощущение Когда Скачешь на лошади Какие ощущения Наверное Это Выше крыш Экстремно Да, это на самом деле Очень круто Да Это просто Невероятные ощущения Особенно Когда ты первый раз Садишься на лошадь Там первый раз Едешь рысью Или голопом Когда первый раз Прыгаешь Через препятствия Это тоже особое ощущение В общем Да, это действительно Что-то невероятное Очень крутое То есть Ты с лошадью Находишь общий язык Очень легко Или как вообще Ну как сделать так Чтобы внезапно Она не прыгнулась Ну Во-первых Как бы лошадь Никогда не нужно бояться Нужно быть уверенным Там То что ты Действительно Делаешь то Что нужно делать Общий язык Я считаю Можно найти Практически С любой лошадью Вот Это еще зависит И от мастерства Наездника Вот Ну и если Наездник будет Себя всадник Будет вести себя Спокойно И уверенно То лошадь Вряд ли будет Брыкаться И вести себя Как-то Неспокойно И еще вопрос От онлайнеров Господи Ты меня пугаешь Егор Ну так ты меня Не замечаешь Прикладится Тебя напугать Давай Гизила Кизила Как у них фамилия читает Таисия Задает вопрос Ей интересно Со скольки лет Можешь заниматься Конным спортом Ну Конным спортом Можно заниматься С 7 лет Ну С 6-7 лет Уже можно заниматься Но Это вот не так Как в фигурном катании Что там можно прийти Только в 4 года Но мы уже сделали Вылаз Слышали Что не только в 4 года Можно прийти Профессионально Можно заниматься Конным спортом Прийти С 6 до 12 лет Идет Как бы набор Именно детей В конно-спортивную школу А после 12 Все уже Нет После 12 Тоже Можно заниматься А до скольки Да Это абсолютно Егор почему-то Решил завалить На свой вопрос Это онлайнеры Задает вопрос А онлайнеры Не очень радостно Что вы Можешь заниматься Человек Ну как бы Ездить на лошади Научиться Вообще В любом возрасте Это не зависит А вот именно Если профессионально Спортом заниматься То Ну вот Где-то С 6 до 12 А так И бабушка Если она в хорошей Физической форме Тоже может заниматься Спортом Что именно нужно делать Ну управлять Как лошади управлять Расскажи немного Краткий курс От Наташи Как управлять лошадью Прямо в прямом Просит Мне не поддержали Мне кажется Что если Таисе Или Какому-то другому Онлайнеру Будет интересно Можно написать Наташе Вконтакте И она потом Оставит свои данные И она расскажет Может быть даже Приведет Подружно с вами Приведет вас К лошадкам У тебя есть планы Глобальные На этот спорт Ну как бы Таких глобальных Планов я перед собой Не ставлю Если что-то Как бы из этого Получится Я буду только рада Вообще Я занимаюсь Для себя Если это Выльется Во что-то Такое Серьезно Я как бы Буду рада Так что Особых Каких-то Точных планов Нету Спасибо большое Наташа Напоминаю Что у нас в гостях Была Наташа Усова Человек Который Непонаслышке Знает Что такое Верховая езда Прямо сейчас Вы увидите Как же это все происходит Конный спорт Спорт является Единственным видом Спорта С участием Животных Который включен В официальную Олимпийскую программу При этом Многие спортсмены На Олимпийских Играх Ездят На абсолютно Незнакомых Лошадях Как они находят Общий язык С лошадьми Мы узнаем На Тюменском Подроме ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что нужно знать Человеку, который приходит В конный спорт? Есть какие-то критерии Отборы для детей? Для детей отбора Как такового нет В общем Детей мы берем всех Без исключения Никому не отказываем Дети сами У них идет Уже свой отбор Потому что За лошадьми Очень большой уход И здесь Как бы Очень много времени Уходит на то Чтобы лошадь приготовить Чтобы Убрать за ней Почистить Поседлать Потом расседлать Опять привести в порядок Поэтому многие ребятишки Уходят сами Не все выдерживают Очень большие нагрузки А вот Со скольки лет Можно пойти заниматься Конным спортом? Ну вообще Официально В школе С 8 лет У нас дети занимаются Но мы берем Чуть раньше Лет 6-7 Потому что В 8 лет Они уже начинают Выступать на коне В 12-13 лет Дети тоже идут Занимаются Конным спортом Вообще Можно заниматься Хоть лет до 100 Если у вас есть здоровье Ну конечно Чем раньше Как в любом спорте Чем раньше Тем лучше А вот Насколько быстро Дети Учатся Как бы Находить контакт С лошадьми Ладить с ними? Ну это Все по-разному Но главное Чтобы не было Страха перед животным И было желание В вашу практику Много Было случаев Травмирования детей? Ну случаи бывают разные Но перед тем Как ребенка Посадить на лошади Вообще Ну ребенок Начинает подходить К лошади Они изучают Технику безопасности Без которой К лошадям детей Мы просто не пускаем Я еще знаю Что есть такое направление Как вольтежировка У вас вообще Этим занимаются? Вольтежировка Да Это гимнастика на лошади Это как бы Для общего развития детей Вообще Это есть соревнования По вольтежировке Но у нас Она идет просто Как гимнастические упражнения Какие лошади Бывают по характеру? Ну лошади Все разные По характеру Есть и Злобные лошади Ну таких Мы стараемся Как бы Ограничивать Общение детей С такими лошадьми А вообще Это добродушные животные Но пугливые А какой должен быть наездник И какая должна быть лошадь Чтобы они между собой поладили? Наездник, скажем, должен быть смелый Уверенный в себе Дети Дети ездят на более взрослых лошадях Которые уже После основных спортсменов Которые уже выступали На соревнованиях Которые Ну уже В более таком старшем возрасте Чтобы ребенка Как бы обезопасить От всяких непредвиденных ситуаций Можно любую лошадь приручить Заставить ее Работать с детьми Чтобы она была покладистая Но это тоже Вот как бы От характера зависит, конечно Но встречаются такие Чтобы лошади не поддавались Обучению очень редко А есть ли какие-то запреты Для занятия конным спортом? Может по состоянию здоровья? Ну в принципе Противопоказаний никаких нет Потому что вот У нас есть на ипподроме Даже такая группа Как ипотерапия Это лечебная верховая езда Ребенка Очень полезно Садить на лошадь без седла Потому что Работа мышц лошади Совпадает Как бы с нашей работой И даже ребенок Если просто сидит на лошади Он непроизвольно У него начинают работать Все мышцы тела И само вот это вот Тепло, температура лошади Она выше Где-то на градус полтора нашей И вот это вот само тепло Идет тоже для расслабления мышц Расскажи, как ты перешла в конный спорт Как начала этим заниматься? Меня сюда привела мама Я когда Мне было 5 лет всего лишь И меня посадили покататься на лошадке Мне очень сильно понравилось Вот я так начала проситься, проситься И потом меня мама отдала в конный спорт И я была вообще Счастливая, счастливая В общем И вот сейчас вот До сих пор занимаюсь Мне очень нравится Ты постоянно едешь на одной лошади Или на разных? Ну, у меня есть определенные лошади На которых я занимаюсь Получается Мне дают иногда лошади Ну, сначала на этой выезжаю Потом на другую работу Если времени не остается То я Ну, как бы Времени не остается Я не работаю Которые еще у меня остались Лошади Потому что, чтобы не на одной лошади ездить А на разных лошадях То есть Где-то не получается на лошади Ставить на другую На другой получается И получается на той, которая не получалась На той тоже начинает получаться А как ты находишь общий язык с лошадью? Ну, это очень, как бы сказать, нелёгкое дело, потому что, когда, например, ты на ней ни разу не ездила, она привыкла к тому саднику, который на ней уже ездил. Ну, так, получается, общаемся потихонечку, чистим, убираюсь, и у неё, она ко мне начинает привыкать, и вот, находим общий язык как-то. А бывало такое, что тебе на соревнованиях приходилось ездить на абсолютно незнакомой лошади? Да, бывало, я ездила, когда первые мои соревнования в Ханты-Мансийске были, я отъездила сначала на своей лошади езду, а потом меня посетили вообще на совершенно, вообще незнакомую мне лошадь, и я проехала на первое место. Сначала было страшно, думаю, ну, не провезёт она мне на хорошее место, так бы я не смогу с ней справиться, всё-таки незнакомая лошадь. Вот, а потом я поездила, мне понравилось, всё, я начала с ней общаться, начала ездить, достаточно легко найти общий язык. А у тебя есть какие-нибудь секретные приёмы общения с лошадьми? Секретных нету, в принципе, то есть морковка, яблоки, вот и всё, весь секрет. А можешь ли ты по внешнему виду определить характер лошади? Ну, вот, в принципе, можно, но смотря, вот может лошадь быть ухоженная, вроде хорошо себя ведёт, а на неё иногда садишься, она так плохо себя ведёт, получается, может где-то и скинуть, может где-то и побаловаться, но, в принципе, балуются все лошади, им всегда хочется поиграть. Вон та пега-лошадь черно-белая, которая стоит в центре манежа, это европони, у неё порода европони, это чуть выше пони и чуть ниже лошади, вот. Она очень хорошая кобыла, получается, у неё есть же ребёнок, она очень хорошо себя ведёт, ну, то есть, как видите, она детей катает, она у нас и конкур, и сду едет, то есть она очень покладистая лошадь. Малимари её зовут. Это у нас конь-флюгер, он тоже очень хороший конь, он обычно конкур едет, то есть, получается, если всадник даже не может ехать нормально, то она всё равно его вывозит, получается, он прыгает больше 110 метров, вот. То есть он очень такой, это, как сказать, с хорошим характером, ну, как видите, он тоже детей возит, а ребёнок не очень опытный. Котлас его зовут, он очень старенький, можно так сказать, ему 17, как я вроде знаю, лет, и он тоже езду едет, выездку, получается, то есть он тоже детей возит, и на нём хорошие результаты всегда привозит с каких-либо соревнований. Соловенький, это у нас самый маленький волшебник, его зовут, он хитрый, то есть он только возит опытных всадников. Ну, она неопытная, но куда деваться, то есть, получается, если маленький ребёнок сядет, он куда-нибудь потащит, может вообще даже не поехать, она его не сдвинет. Когда только садится опытный в саник, там, например, я, ещё кто-нибудь из старших вообще спортсменов, он вообще с удовольствием даже бежит. Если честно, я сама несколько лет занимаюсь конным спортом, и сегодня я лишний раз убедилась, чтобы найти общий контакт с лошадью, нужно проявить нежность, силу воли, смелость и знать, чем она любит лакомиться. Дорогие онлайнеры, буквально несколько дней назад в нашей группе, которая называется «Молодёжная областная студия телевидения», мы выставили голосование. Там было пять вопросов, пять, точнее, пять ответов. Вопрос, зачем становиться чемпионом? 67% ответили, что они хотят стать чемпионом, чтобы доказать себе, что ты сможешь это. 10% ответили, что они готовы стать чемпионом, чтобы отстоять престиж страны. 8% ответили, что хотят порадовать родителей. Это очень хорошо, дорогие друзья. И по 6% ответили ради материальных благ и ради славы. Ну, а я передаю своё слово Лизе. А у меня в гостях прямо сейчас очень большой человек, ну, чисто визуально, мне кажется, а я говорю именно так, потому что в гостях Дима Мелевский. Ну, хорошего человека должно быть много. Да, хорошего человека должно быть много, Димы много на самом деле, можно посмотреть, убедиться в этом. Дима занимается... Ну, бодибилдинг, право-лифтинг любительский. Да, Дима занимается любительским бодибилдингом, хотя так, обычный студент вроде бы в Мелевске, вроде бы ничего не предвещало беды. А тут вот... Беды? Ну, в смысле, я имею в виду, идёшь так по улице, вроде бы обычный студент, а тут... Подкрутка не видно сейчас, Дима. Да, зима подкрутка не видно. Дима мне привёз в студию очень странные... Спортивное питание, пакетики. Пакетики блестящие, а всё потому, что, наверное, мы будем говорить о спортивном питании. Давай рассказывай. Даже не знаю, что рассказывать, тут у меня протеин, БЦА, глютамин и трибус. В принципе, безвредные вещи, то есть, каких-то таких сказок, баек про то, что там какие-то проблемы, прыщи вылезают. Это не про эти вещи, все эти вещи легальные продаются в магазинах спортивного питания. Протеин, грубо говоря, это вообще просто заменитель пищи. Допустим, спортсмену, который занимается тяжёлым спортом, нужно восстанавливаться после тренировок. А питательными веществами, там, едой обычной, иногда компенсировать тот объём не получается. Поэтому существуют такие вот вещи. То есть... Протеины, гейнеры и тому подобное. Вот это всё употребляется вместе с пищей или вместо? Вместо пищи. Ну, то есть... Ну, чтобы, допустим, не есть восемь раз в день, а просто выпить... Восемь раз есть вот это? Нет, восемь раз есть не надо. Это же не целиком заменитель пищи. Ну, то есть, концентрированный белок и всё остальное. Да-да-да-да, более легкоусвояемые вещества, которые нужны именно для набора мышечной массы, для увеличения силовых показателей. То есть, ты считаешь, что это необходимо просто, если ты хочешь... На первых порах нет, но если ты хочешь продвигаться вперёд, на каком-то уровне оно необходимо. Мой любимый вопрос, как от ведущего вегетарианца Тюмени, мясо вообще... Там есть яичный протеин и сывороточный, это белок, молочный белок. То есть, если я не кушаю яйца, то мне это нельзя? Нет, ну есть сывороточный протеин. А, ну всё, в общем, я не буду себя расстраивать. Скажи тогда, пожалуйста, что для чего служит? Для чего, например, вот это? Ну, это, на самом деле, такая новая вещь, не так давно появилась на рынке, это триблуз. Такая интересная травка, которая повышает уровень, естественно, тестостерона, то есть... Интересненько! Да, тестостерон поднимается, увеличиваются анаболические свойства. Неплохая штука, мне кажется. Вообще, раньше папуасы её использовали при каких-то таких проблем с противоположным полом, а потом это потихонечку перешло в медицину, а потом уже в спорт. А потом пришло в спортивное питание. Можно вопрос? Конечно. А с чего лучше начинать? Ну вот, чтобы, когда начинаешь ходить в спортзал, с чего начинать? Ну, начинать лучше с того, чтобы поискать в интернете как можно больше информации, обработать её, почитать, узнать, либо спросить у какого-то знающего человека, а после этого уже пойти в зал, заниматься хотя бы три месяца, а потом уже думать о спортивном питании. Ну, и ещё, если честно, тебя раскусили. Ты бедный студент, и спрашивают, когда будут новые сюжеты. Когда разбогатею. Когда разбогатеешь. А сейчас не будет. Работаю, работаю. Да, как бедный студент, он и суть была в том, чтобы донять денег. Я думаю, что Дима обязательно разбогатеет своими, посредством своих консультаций по поводу спортивного питания, и скоро выйдут новые ролики бедного студента. Это всё возможно. Спасибо тебе большое, Дима, что ты пришёл к нам и рассказал о такой немножко другой стороне спорта. Да, но напоминаю, что зима настала, и зимние виды спорта развиваются, и снова входят в тенденцию. В этом году ещё мы не успели наснимать много сюжетов об этом, но в прошлом году было их достаточное количество, поэтому лучшие из них посмотрим прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok В декабре в Тюмени на Воронежских горках начал работать Бёртон Парк для катания на сноуборде и горных лыжах. Сегодня здесь проходит мастер-класс для девушек, которые хотят получить или улучшить свои навыки в сноубординге. Первый раз прыгаете? Да, вообще первый раз. Какое ощущение? Здорово, мне понравилось, я хочу ещё. Хорошо всё объясняют, очень понятно. Всё становится. В чём сложности первого инструктажа? Сложности, во-первых, в том, что человек без навыков катания и без физической подготовки, ему очень трудно совладать со сноубордом. Почему? Потому что две ноги, они встёгнуты и намертво стоят в доске, и только с этим может возникнуть проблема. Ну и прежде всего из-за того, что у человека нет физической подготовки. То есть физуха должна присутствовать в человеке, подготовка физическая. Ну вот если я занимаюсь спортом, я вот на коньках катаюсь, на скейтборде, мне какие-нибудь навыки помогут? Да, эти навыки безусловно помогут. Во-первых, потому что, первое, ты привыкла к физической нагрузке, это раз. А во-вторых, ещё нужно чисто психологически преодолеть любой вид спорта. Коньки, горные лыжи, санки, там всё что угодно. И сноуборд это то же самое, только нужно привыкнуть к скольжению и поймать равновесие на сноуборде. И всё, проблем не будет. Ну и чисто психологически нужно преодолеть свой страх, это самое главное. Ну, страха вроде бы я не боюсь, но вот что падать не очень люблю. А если я, например, как-нибудь неправильно упаду, есть какие-то правила, чтобы падать именно правильно, чтобы ничего себе не сломать? В каждой дисциплине есть свои премудрости падения. Это парк, вот в данном случае девочки тренируются, здесь идут свои премудрости падения. На учебном склоне есть свои принципиальные особенности падения. Прежде всего, когда человек падает, нужно поднимать сноуборд и опираться на локти и плавно перекатываться на спину. Это вот, это да, это алгоритм падения на сноуборде. Сейчас не выйдут, что-нибудь махину огромную. Какое-то космическое чувство. Так, интересно чувство ходьбы. Здесь, как я вижу, очень высоко, поэтому лучше пойду к новичкам, чтобы я ничего не сломала. Как правильно это застегивать их. Меня сил, видимо, не хватает, я так не умею. Нужно просто ногу ставить четко под форму, иначе не получится застегивать. Что это за курсы и кто в них участвует? Сегодня проходил второй этап мероприятий, направленный на повышение уровня катания наших сноубордистов в Пумене. Профессиональные райдеры сборной Тюменской области помогают новичкам и уже среднему уровню получать какие-то навыки, профессиональные в том числе. То есть, либо начальные навыки, либо уже там какие-то навыки на трамплинах, на перилах и так далее. Более серьезные. А чем запомнился сегодняшний день, помимо того, что были только девочки? Ну, сегодня хотелось бы отметить то, что мы не ожидали вообще, что получится такое количество людей. Придет, поучаствует, все с энтузиазмом относятся к этому мероприятию. Важно хотелось бы отметить то, что многие девушки сегодня вообще просто открылись, новые таланты. Я думаю, что наша сборная Тюменской области от этого вырастет однозначно. Сейчас мы пойдем на склон, посмотрим, сделаем какие-то итоги и получат девушки баллы, которые в конце сезона помогут им побороться за звание королевы сезона. А что ожидает нас в дальнейшем? У нас состоит проект из шести этапов. Сегодня проходил женский этап, это второй этап. Следующий у нас проект будет и для девушек, и для мальчиков. Это будут старты. У нас будут три шкатулки, в которых будет лежать много трюков различных. И каждый уровень, то есть начальный, средний и продвинутый, будет тянуть трюк. И его уже непосредственно выполнять. То есть за что будут потом в дальнейшем начислены баллы. Итак, у нас все проходят этапы. И шестой этап, это у нас заключительный этап. То есть подведение итогов сезона, да, и награждение, выбор короля и королевы. И, в принципе, будут награждения, подарки от Ревер Бордшоп и много-много различных спонсоров. Хотелось бы отметить еще очень важную вещь, то, что в проведении этих мероприятий, и в организации нам помогает компания Юма. Это Бёртон, то есть тот парк, который они построили, мы делаем на базе его этих соревнований. И хотелось бы поблагодарить за возможность, во-первых, усовершенствовать уровень своего катания и за то, что они помогают вообще в целом в продвижении сноубординга не только в Тюмени, но и во многих других городах. Я не думала, что это будет так сложно. Ну, вообще, сегодня целых три группы, таких же, как я. Новички, вот прям так же, такие же, наверное, неуклюжие, как я. Потом, те, кто занимается на трамплинах, ну, это более крутые ребята, вот они, вон, прыгают, сейчас как раз он едет, вон, прыгать учатся. О, мне, наверное, до такого еще далеко. И флейтеры, они тоже тут занимаются, но я, наверное, уже до них не дойду, потому что я уже так устала, что даже, наверное, не поднимусь уже на дуру. Столько много снега там было в сюжете, но, к сожалению, сейчас у нас еще не так много снега, и обещаю, что зима будет теплой, но я надеюсь, что сноубордистам и лыжникам будет на чем и где кататься. Прямо сейчас у меня в гостях Ангелина. Привет, Ангелина. Привет. Ангелина – это человек, который знает не понаслышке, что такое, наверное, какая-то, ну, трагическая, может быть, немножко судьба спортсмена. И прямо сейчас хотелось бы узнать, что же произошло у тебя. Дело в том, что у меня партнер, он ушел от меня, и он пошел, ну, он учился, в общем, пошел учиться на золотую медаль, и он бросил меня. Но у нас сложились очень хорошие и довольно-таки уютные отношения. Вот, и он все время поддерживал меня, я постоянно поддерживала его. И я, наверное, одна не из многих, которая занималась постоянно на протяжении всей своей танцевальной карьеры. Я занималась только с одним партнером. То есть я не хотела менять, мне предлагали других мальчиков, но я хотела именно с ним. Так получилось, что он меня бросил, и это довольно-таки печально, потому что, ну, лично мне, мне хотелось продолжать, но я не хотела с каким-то другим мальчиком, я хотела именно с ним. Мне было очень комфортно, да, было очень уютно. Я перестала заниматься танцами только из-за того, что, ну, не нашлось другого партнера, ну, такого же партнера, как с которым... Такого же, да, хорошего мальчика, как и у меня был партнер Владимир. У нас вот тут куча целая, огромный, такое, огромное количество фотографий, медалей. Это все принадлежит Ангелине. Мне кажется, что, ну, для меня большая честь вообще сидеть рядом с таким человеком, потому что я спорта человек далекий, повторюсь. То есть, например, фотографии... Это с Кубка губернатора, вот там три снимка. Мне кажется, что... Ну, а сейчас ты уже не занимаешься, получается, ну, нигде. Нет, я полтора года уже как не занимаюсь бально-спортивными танцами, но я хожу на конкурсы так по-прежнему. В качестве зрителя? В качестве зрителя, в качестве поддержки своих... Ну, хочу поддерживать своих девочек, своих пар. 22-го, 23-го сентября проходил чемпионат мира по формейшнам. Я туда тоже приходила, но я сидела на трибуне в качестве зрителя. Вот. Скоро пройдет Кубок губернатора, я туда, конечно же, тоже пойду, наверное, уже как в качестве фотографа. Ну, и когда сидишь на трибуне, смотришь, желание есть? Ну, выпрыгнуть туда? Конечно, выпрыгнуть и начать танцевать, и бабахать уже. Это джайв. Ну, мой самый любимый танец, это, конечно же, джайв. Да, такое есть желание. Но не планируешь? Нет, не планируешь. Если ко мне вернется партнер мой, то... Ну, а есть вообще такие... Такая возможность у него есть? Такая возможность есть, конечно. Через год, получается, он сейчас закончит школу, и, возможно, через год я начну снова заниматься именно с этим мальчиком в моем клубе. Я буду надеяться, что у тебя все получится. У нас есть вопрос от Таисии. И она занималась пять лет байло-спортивными танцами. Восемь лет бросила. Можно ли в 16 лет вернуться, спрашивает она? Если... Ну, мне кажется, да. Если найти подходящую кандидатуру на партнера, ее можно найти как в интернете, ну, как в ВКонтакте, так же в ВКонтакте созданы группы по нахождению мальчиков и девочек, то есть, ну, пар в своем городе. То, конечно же, в 16 лет вернуться, мне кажется, это не проблема, если найти мальчика. И можно, кстати, выбиться в люди и... Ну, в смысле? В смысле, можно занимать в 16 лет тоже места, если начать заниматься. Так что, Тася, не переживай, можешь смело искать себе мальчика и заниматься дальше спортивно-байлными танцами. Да. Егор, есть еще какие-то вопросы? Нет вопросов, больше нет. Ну, наверное, хочется пожелать тебе еще раз удачи. Мне кажется, что твоя... Я надеюсь, что твоя карьера еще не закончена, потому что я вижу, с какой искренностью ты это говоришь. Я, ну, потому что знаю, что такое дело жизни. Ты очень много лет этим занималась. И, в общем, желаю тебе удачи. И пусть твой партнер заканчивает уже свою школу и с золотой медалью на груди будет продолжать танцевать с тобой. Большое спасибо. Да, мне очень было приятно побывать в вас в гостях. Спасибо большое. Что, Ангелина? Да, я уже закончила, значит, пора приступать. Нет. Я хочу подвести итоги интерактива. На фотках были изображены теннисистка Мария Шарапова, хоккеист Овечкин. Блин, мне дело такое выражение. Лица у нас... Что я не так сказал, я не понимаю. Фигуристка Бережная, футболист Акинфеев и гимнастка Канаева. Победил Зинар Каримов. Я... Свяжи, Зинар, свяжись со мной. Через контакт я могу оставить эти билеты здесь, на портале. Ты можешь прийти забрать. В общем, ответь мне в личные сообщения, я передам тебе эти билеты. Лиза? Ну вот, Зинар скоро пойдет в Ночной клуб Пирамиду, а что можно поделать еще в ближайшее время, вы прямо сейчас увидите, дорогие онлайнеры. Стартовал прием заявок на первую всероссийскую интернет-премию FlashMobia 2013. Стать номинантом может любой желающий. Представив на конкурс флешмоб, проведенный в этом году. Заявки принимаются на сайте Мой Портал.ру до 6 декабря. Действуй! Действуй! Битва лайков за iPhone 5s продолжается. Сними видео, продемонстрируй свой необычный талант или приходи на съемочные площадки проекта. Кстати, узнать, кто уже прошел финал, можно в прямом эфире 21 ноября на Моё ТВ. Присоединяйся! Клубный конкурс Ночь в нокаут в самом разгаре. Промо-команда четырех крупных вузов в Тюмени участвует в глобальной битве вечеринок. Каждая команда придумывает и проводит вечеринки в Де Бомбадур Клаб. Не пропустите! Следующая вечеринка от Гаму в 22 ноября. Голосуй! Голосуй! Конкурс лучшей староста Тюменской области на финишной прямой. 200 староста всей области приняли участие в соревновании. Голосуй за своего староста с 18 по 22 ноября на мой портал.ру. Подведение итогов 24 ноября в 16.00 во дворце искусств Пионер. Спроси! Спроси! Общественная приемная! Устал от пробок? Или хочешь стать сотрудником ДПС? Не знаешь, как решить спор по ДТП? На эти и другие вопросы ответит главный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин 26 ноября в прямом эфире на сайте мойпортал.ру. Дайджест Это был Дайджест новостей портала. Читайте, слушайте и смотрите подробнее на мой портал.ру. На мой портал.ру Дайджест Ну а наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что темой сегодняшнего эфира был спорт в Тюмени и вообще спорт в принципе. Эфир был подготовлен в молодежной студии телевидения 18-. Будьте спортивными, будьте здоровыми и всегда будьте в сети, конечно же. Мы тут занимаемся. На всех просторах области Тюмени Связала нас спортивная судьба С какой бы мы ни были параллели Нам нужен спорт и нам нужна борьба На старт выходят судьи и спортсмены А тренером с блокнотом воевать Коментин и ВКонтакте Моё ТВ Ставь лайки в Фейсбуке Следуй за нами в Твиттер Смотри на мой портал.ру Будь в сети Моё ТВ Моё ТВ Моё ТВ